приветствую всех с момента запуска программы и выплатил более 25 миллионов русских рублей я выплачиваю деньги на карты банков рф или же на любые криптовые кошельки выплачиваю быстро но после проверки информации интересует долгосрочное сотрудничество проверка информации занимает от 10 минут до нескольких недель в зависимости от того что вы мне даете интересуют первую очередь контакты военных рф которые принимают участие в войне от них интересует информация о личном составе о складах о складах гсм о технике ребр и тому подобных историй также интересуют различная военная документация начиная там от брок и заканчивая потерь личного состава очень нужны контакты научных сотрудников различных исследовательских лабораторий и таких вот направлений еще нужны контакты среди администраторов информационных систем банков или различных телекоммуникационных систем провайдеров поэтому telegram здесь написан вотсап здесь написан он приоритетнее для общения для староверов электронная почта также мой телеграм-канал касающийся только информации о этом проекте поэтому обращаемся отвечу всем отвечаю не всегда мгновенно но отвечаю садись садись шо как дела по прежнему по прежнему говори номер телефона они знают что ты вклюнул сам не знаю знать ли не знает надо что ты сообщение машина тебе надо сказать что будет происходить сегодня она должна будет побежать куда-то там чтобы тебя в ближайший обмен как 300 запросили и тебя отдадут это мой тебе такой вот так это мой тебе совет давай отправимся на свое сообщение звоните в течение получаса-часа привет мама меня все хорошо я нахожусь в плену будь на связи в течение получаса-часа вот будь на связи просто на будет видео звонок пусть у вас будет интернет хороший я сейчас буду брать и у него интервью и время интервью мы позвоним для температуры сейчас есть не были 371 но она спала в месяц идут сейчас покуришь как ночь прошла просыпался несколько раз потом меня опять затрясло ну вот как в прошлый раз 5 температура поднялась не знаю какая накрылся вторым одеялом уже кого ли тебе делали да док там два укола сделал антибиотики и все вроде потом через минут 15 уже все уже спокойнее стало ладно давай курить у нас пофиг курить такой так добрый день он добрый сам не знаю будем думать не давать ответ на этот вопрос представься пожалуйста в камеру разбитого самсунга всем привет я не важно не важно дата рождения не важно не важно 2001 22 года город рождения все хватит дальше адрес не надо это персональные данные вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы вы мобилизованы когда вас мобилизовали 22 22 сентября 22 сентября 22 сентября вы провоевали получается сколько это полтора года миллионер 3 миллиона заработал все время на куда не видел пока что они у отца на сберегательном счете какие планы на день планы пока квартира сколько стоит квартира ну как не купить выкупить то есть а у меня родительскую квартиру на половину она у меня от бабушки сколько нам надо денег 400 400 тысяч до это она поделена как моя половина как у тебя уже три миллиона есть и тетки какую машину хочешь купить машину сейчас уже купили какую лада гранта кросс гранта за миллион триста новая новая гранта какого цвета серый это за не купили батя кем работает отец отец электромонтер электромонтер мать но мне а вот не работает на пенсии сестра брат нет как они на пенсии тебе 22 года сколько им лет по 60 162 ты поздний типа а чё тебя сделали только 40 39 39 хорошо есть семейные обстоятельства были что так поздно сделали ну мне интересно чисто это чисто интересный вопрос потому что вы в 40 лет обычно но математика механика следующая них скорее всего захотят увидеть внуков сейчас им 60 тебе 20 с твоими обстоятельствами которые сегодня сегодня будет трешниковый короче ролик но это нужно тоже показывать почему в начале беседы ты сказал что ты не знаешь какой день хороший или плохой не значила от него ожидать что будет то что могут отрезать ноги на стопы и может быть вообще больше не смогу ходить в этом месте все офигеют понимаешь да и всем кто офигеет будет интересно узнать что произошло почему тебе отрежут ноги стопы обе потому что они я запустил давай тогда мы чуть-чуть по-другому пойдем и мы к этому придем в каком подразделении ты служил 344 полк 344 полк это что за полк воинская часть не она мод строкого мотострелки какая у тебя была должность пулеметчик пулеметчик где вы были полтора года сначала мы между луганской каркас к области нас перкинули как в барон у барона сколько вы там находились полгода это двадцать третий год потом в марте месяц в конце марта если не ошибаюсь до 6 марта произошла ротация нас перкинули на тот момент я был в отпуске первым ты побыл в отпуске еще да куда вас перекинули уже в харьковскую область какое-то направление у нас купянское направление там уже был передок тоже там бои уже были что было дальше также окапывались делать себе блиндажи но они были но они не очень мы все под себя копали траншеи тоже тоже все заново все делали вот также ставили утонки вот эти все зубычку и шумнили мем как себя это оборонить что ли в плен ты попал там или в другом когда нас отправили на шторм в харьковской области уже на синьковку давай так расскажи последнюю неделю своей жизни в составе оккупационных войск ну когда ты пошел на вот последнюю неделю когда это было какой был приказ сколько вас человек пошло и что вообще происходило ну вот это нас отвезли учить на синьковку на буханках синьковка там же боевые действия вы поехали на передок на буханках вы же мотострелки у вас должны быть там бтр и бмп не знаю почему а были у вас бтр и бмп вообще да я видел ни разу не катался ничего стоп что значит ты видел виден вы мотострелки у вас по идее есть бтр и бмп такая техника а почему вы поехали на передок на буханках сам не знаю сколько буханок поехал три штуки три буханки сколько людей поехал вообще это 21 21 человек но свинцом вот это примерно да ну окей когда это было дата 14 или 15 января 14 или 15 января поехали вас 20 человек на трех буханках а вообще бмп бтр и ездили на передок не видели то есть они в тылу стояли а почему вы не использовали по назначению технику на нашу командира говорили про бтр и вот это ничего хорошо поехали вы там 14 числа туда какова задача стояла пока ничего не говорили просто разместили наш блиндажах мы до утра ночью нас привезли до утра поспали потом сказали что вот сейчас разобьют вас на группы и пойдем дальше вперед там шли со всеми сердечками с мародерками что такое мародерки маленькая сумка такая такого никто не рассказывается нам все тысячи человек это сумка для чего как быстрый доступ дерма висит на на спине также называется у вас мародерках для того чтобы мародерить понятно поделили вас на группы да и что было вот пошли мы дальше нас продвинулись вперед также вот нас группа из пяти человек было следующем блиндаж мы там сидели потом к нам кто-то подошел тоже сказал скоро вас отправит еще дальше этого типа шли вперед вот так вот нет просто шли чтобы это занятие еще ближний этот как дальше посидели там следующем блиндаж это ночь утро день это уже утро было утром светло уже светал но подождали там тоже потом сказали идти уже отправили нас в траншеи меньше к меньше колено там сказали ползите и находите с лопатками находите место где можно копаться просто чтобы спрятаться и все в итоге у нас не получалось так быстро копаться то что день уже пролетел незаметно уже к вечеру сколько во чек так было 5 человек в это время были бои стрельба там были не мы просто вы так рассказываете и непонятно вы просто в тишине или это там уже война идет там стрелка тебя было стрелка дня было арта работала нет не слышно дроны но он летали ваши наши и наши ваши понятно что было дальше вот мы что-то подкопали там в итоге ничего не получалось потому что вечер уже как бы опять затемнение стало мы попросили то что чтобы откатиться ближайший блиндаж который был сзади нам дали добро мы откатились потом переждали там блин даже ночь ночи уже не помню сколько время было темно было ночь тогда нас нам сказали уже задачу что надо идти на штурм блиндажа блиндаж был на каком расстоянии от вас не знаю где вот как как сказали то что где от вы окапывались метра 100 это ночь ночью штурмовать блиндаж у вас были тепловизоры но и вы как в ночь можете штурмовать в темноте амины растяжки еще раз чтобы я понимал потому что людям наверное тоже будет это интересно вот тут наши позиции к примеру красный наш флаг вот тут ваша позиция вы находитесь тут в блиндаже между ними расстояние 100 метров ну плюс-минус с твоих слов правильно или нет так вам говорят вы днем пробовали пройти не успели попросили разрешения отойти откатиться вам разрешили вы откатились на позиции потом ночью вам говорят идите в атаку ну правильно это что же я просто для людей подбивая у него плохая он говорит плохо потому что у него медикаментов много плюс температура плюсом мы дойдем до того что было дальше ночью он говорят вот так пнв тепликов не было как вы можете атаковать ночью я не шарю ну это я типа мне самому интересно вас 5 человек вам дается команда атаковать логично предположить что тут могут быть мины растяжки но могут быть вы говорили проект но я сам не говорил и от своих не слышал даже понятно вы пошли по итогу вот так в итоге мы пошли вот потому что пути где хотели окопаться только немножко с другой стороны уже не по траншеям а чисто по земле ты вот так да немножко сбоку как-то в итоге мы успели зайти в траншею сюда уже до блиндаж пока не видели траншеи уже были глубокие не траншея полноценный окоп наших да там были наши солдат да были началась стрелкотня в итоге мы зажались в углу ну у нас сколько наших было убито не видел не знаю насколько их ты убил нисколько я даже не не успел выстрелить кто стрелял у нас наши ты был впереди ваших кто-то был 200 300 я слышал то что наш один говорил то что он 300 но он еще продолжал действовать раньше чтобы в итоге то нас зашвырять гранатами то наши потом в итоге когда все уже закончилось гранаты и мы уже сами решили откатываться выходить из траншеи по-быстрому назад да уже немножко с другого пути сколько ты магазина выстрелил я наверно только один на рожок вверх выстрелил ну по дрона но это еще когда мы хотели о капу это все ночью было как вы можете как как без ночников можно идти вот такую лазит непонятно где хорошо приняли решение вы откатываться пошли откатываться мы пошли откатываться все в пятеро не только своих только троих видел и я и еще двое остальные остальных не знаю темно ничего не что с ними произошло точно не знаю понятно дальше что потом пока бежали бежали меня в спину нижнюю часть спины ранила сам тогда сам не понял то ли пулей то ли осколками у меня уже ноги потом отказали я упал перекатился на ближайшее дерево своим потом свои когда бежали уже вперед или назад как сказать ну отрицательно наступали у нас так говорят ну короче откатывались вы назад да и я с вами говорил то что я 300 я 300 в итоге кто-то вроде кто-то сказал такое то что я тоже 300 в итоге все равно дальше убежали убежали а как же лозунг своих не бросаем понятно дальше ты под деревом остался до двое остались где-то в окопах неизвестная их судьба и двое убежал один из них кричал я 300 позывные этих знаешь скажи я предполагаю что те кто остались двухсотая может этих позывной остались ну фамилию это не знаешь меч меч 200 кощей кощей 200 ты с позывным какой у тебя пол как пол пул что это значит ну с кашин племячик пулеметчик на английском что значит это слово пулу бассейн бассейн остался под деревом кто убежал кто тебя не забрал там был один с позывным ленин ленин он 300 ленин вообще позывной соответствует и 2 и как фартовый фартовый он знал о том что ты под деревом не думаю ленин короче знал тоже не думаю кто тебе сказал я тоже 300 это прямая ленин ленин оставил бассейн под деревом и убежал в ты дальше чтобы дальше я как меня то ли вы вырубил от или еще чего уже просто не мог я встать уже да вы просто сил не было ну так я очнулся на утро или на день уже но и многие промерзли все также какая пальцы рук понимал думал то что вот меня за трехсотила не знаю как вообще решил осмотреться так визуально вообще не понимал где наши где и наши рации у тебя был фэнк нам мы не пользовались почему не успели это не у тебя лично как лично у тебя в рация была чтобы своим сказать я здесь заберите мне ну рация была но частоты не были поменены мы не да дальше это было какое число нет может шестнадцать или семнадцатая не так в итоге пролежал так достаточно времени насколько еще нет два дня от момента как ты очнулся еще два дня ты пролежал быть нет там меньше и но меньше руль не дальше я уже увидел какой-то вроде как блиндаж решила снять себя разгрузку настояние он ничего нет пил что-то не пил очень-очень хотелось пить тогда воды не было это по нему нет а снег пытался снег руками за это тоже снег руками взять не получалось ничего на у него было ну раз я расскажу то есть он не мог сделать вот это движение правильно то есть у него по сути руки были вот так вот да дальше чтобы постарался через силу как-то руками так вот доползти до этого блиндажа который я видел в метрах 5 был это 10 увидел увидел кого-то какое-то лицо решил спросить тогда если вода очень хотелось что тебе сказали они спросили другое уже не сказать ты откуда я уже подумал то что нет смысла врать я говорю то что я из россии мне нужно к своим а там наши солдаты были там да и в итоге мне сказали снимать бронежилет каску подтащили меня туда блиндаж к ним блиндаж я не знаю как называется связали меня руки связали и начали вообще расспрашивать кто-то видали воды до воды дали покурить дали и покурить ожидали еды еды пока не давали били тебе нет ты сказал что у тебя проблемы с ногами до ранение у тебя там кровь была до и ранение тоже медицинскую помощь тебе оказали да она уже потом кто тебя взял в плен бойцы я имею ввиду подразделение ты не знаешь как они не говорили еще раз для себя хочу выяснить ситуацию ты пролежал там два с половиной дня в пяти метрах от нашего блиндажа раньше что-то не могу видеть его или как раньше не в ту сторону смотрел они тебя тоже не видели или тоже не видели типа ты говоришь за деревом то есть по идее ну я для себя хочу понять картинку как это происходило то есть они могли тебя видеть или нет не могли меня заметить но скорее всего они подумали что 200 ты вообще не двигался ты просто лежал чтобы что было дальше расспросили воды дали покурить ожидали до вечера они со своими связались до вечера я там посидел это водная была землянка или с подогревом холодно холодно накопные свечи были нет вечером не так понимаю тебя эвакуировали до забрали уже ну дальше с тобой работали разведчики скорее всего отвели меня где-то мы шли это может может час шли до следующего блиндажа потом сам 5 10 минут тоже расспросили кто и что как попал и потом опять уже перенаправили уже на хаммере на хаммере прям отвезли меня сейчас скажу до скорой помощи до 100 пунктов до машины прям скорая помощь была там уже были медики там медики были меня положили на эту койку где скорой помощи смотрели то что у меня с нижней часть нижнюю часть спины где ранило сказали то что осколки что-то мне пластырем то ли еще чем-то примотали приклеили понятно за многие что сказали за ноги уже потом потом сказали по сути дальше история он попадал попал в плен ему оказали медицинскую помощь мне показали видео в каком состоянии он приехал он у меня есть но youtube такое не любит поэтому там как бы ничего такого я знаю что ему оказали помощь и вчера медики тебе сообщили какую новость то что мне будет ампутировать стопы ног на будет ампутация стопней по причине того что почему вопрос вопросов почему или хочешь я расскажу если ты не хочешь рассказывать а ты скажешь правду я говорю или нет то есть у нас одно вот роликом в таком же так и выйдет без там нарезок обрезок по сути он когда там воевал я так понимаю дней 5 ты бегал по улице ну когда там блин дождь атака потом два дня ты провалялся сколько дней всего на улице проходил до до плена до плена еще это меньше двух дней ну то есть два дня ты провалялся на поле и два дня до ну ты же рассказывал как вы пришли ждали потом атака оттянулись там день ночь то есть четверо суток он был на улице правильно да он получил обморожение третьей степени это я уже для себя разбирался потому что было интересно как это происходит и в момент когда он попал уже в стационар назовем это так когда его оттянули от передка оказали помощь там перебинтовали он сейчас нам забинтован руки у него тоже не двигались правильно руки сейчас он сейчас работает ну то есть на момент когда он приехал у него это были вот такие штуки забинтованные темные ну не черные а темные потому что обморожение это конечности чернеют и произошло то что происходит со всеми русскими я подчеркиваю со всеми русскими он по сути полторы недели или две недели не мог сходить нормально в туалет правильно он терпел не говорил ничего хотя есть доступ к медикам сколько 24 на 7 правильно он терпел до получается я не знаю когда эта беседа выйдет на примеру сегодня пятница в среду у него была температура сколько поднялась до 40 до 40 там с половиной у него была температура ночью хирурги с ним работали очищали раны и это все произошло только потому что все там две недели он не говорил что он не может ходить в туалет у него идут воспалительные процессы у него это все было забинтована плюс у него было доступ к тому чтобы у него было назначено лечение но он на него забил почему я говорю все русские потому что вы все молчите всегда у вас царь конченый вы молчите вам хреново вы молчите рассосется с медициной вас вообще беда зубы у каждого 2 в принципе отсутствует но но короче вот в его случае мы имеем сегодня ему проведут операцию ампутируют ступни он получит еще три миллиона правильно этого у него будет 6 миллионов минус миллион двести серая гранта это калина вода калина или ровлада гранта не разбираюсь сортах и видахов на ну короче а чё не купили какую-то иномарку я сам не знаю какую но миллион двести это 15 тысяч долларов за 15 тысяч долларов можно купить нормальный автомобиль первая машина купили жигули порешает квартиру но не будет ступней что из того что я рассказал я сказал неправду или где я соврал почему ты не говорил медикам думал что это из-за нервов то что я еще если здесь то нервом не играет и пока из-за нервов только из-за нервов таких как он достаточно много арабзии не нужны трехсотых традиционный штаб не единожды пробовал передать трехсотых он кстати это тоже знаю я был снимал звали военные приглашали есть эти съемки но мне запрещено и публиковать как передавали ампутантов каких россия не забирала есть пленные которые но умирают по причине того что их страна не забирает хотя по женевской конвенции военнопленные как должны передаваться короче другой стороне без учета звания должности потому что это тяжелый чувак его надо отдавать чтобы страна который этот человек принадлежит проводила лечение поэтому жены мобиков родственники если вы знаете или видели видео о том что ваш муж находится в плену и у него состояние там трехсотой ранения или ампутант требуйте от своих военачальников чтобы их забирали не рассасывается само если у тебя обморожение и тебе оказали помощь и ты потом тебе организм говорит о том что он не мог ходить в туалет это сигнал организма мы это понимаем у него температура это сигнал организма он про это не говорил но я я потом спрашивал он сказал про это своему соседу до которого сейчас уже нету потому что его поменяли но другим он никому не говорил мало того я знаю что он медицина ему доступна 24 на 7 нашим в плену недоступна медицина у него сейчас там антибиотики ну то есть все это есть но он терпел рассосется это как типа нет зуба вырастет по новой только в 50 лет они не растут и в этом вся ваша рапзия потому что вы не можете говорить о том что болит рассосется царь херовый ну когда-то будет хорошо мы с колен встаем в этом вся эта херня да ему однозначно будет ампутация но если бы его рашка забрала его бы отвезли там в какой-нибудь модный институт в москве медицинский он знает это потому что он разговаривал с врачами ему бы спасли конечность правильно а плюс он молчал а плюс россия не забирать своих теперь будешь инвалидом как в 22 года я знаю что он эту новость вчера узнал вечером я понимаю что наверное тупой вопрос и это скорее монолог муж ему нечего говорить как спалось какие мысли мысли не очень были то что вот без ног буду больше не смогу ходить бегать прыгать то что я могу достаться так обузой для своих родителей не очень я могу тебе показать какие вам протеза делают если у нас протеза делают современные и плюс помогает весь мир и наши бойцы получают протезы и в европе и в штатах весь цивилизованный мир помогает протезами роботизированные там всякие плюс наши начали делать ему тебе показать видео протезы которым выдают вашим участникам героем свой но я думаю тебя мораль от этого только еще хуже в голове сейчас реально трэш этому как бы на это надо понимать ну что у него сейчас две ноги есть я покажу я сниму нашу я сниму чтобы это было синхронная часть сниму короче и критик ставит критик извини но история должна да вот так вот видео и будет вставляться ну есть у него ноги короче все понятно в тапочках они забинтованы но их у него не будет за что ты ноги свои отдал ступни давай подумай хочешь курить кури я думаю что врачи прошу прощения ну короче него потом я думаю ты курить не будешь после операции но это и кури потом я за что ты отдал свои конечности отдашь ну за какие идеи за какие мысли то что меня могут комиссовать не я не про это есть ты человек состоянием на сейчас у тебя есть ноги руки но через час у тебя не будет ступней ты за что-то воевал вот эта идея и цель стоит твоих ступней и инвалидности в 22 года так а за что за что ты воевал вообще воевал за семью страну давай еще раз напомни населенный пункт откуда ты владимирская область владимирская область сколько от владимирской области до украины часов 14-15 как украина угрожала твоей владимирской области твоей семье лично не как ты же говоришь ты воевал за свою семью ну то что если в ближайшее время все будет плохо бойцы высова могут и к нам тоже передвинуться если бы оба все еще сейчас все хорошо сейчас это идеальный сыр солдат для царя потому что он тут тупой это не оскорбление ну это тупо идеальное мясо не думающая не понимающая не знающая обстановку какое-то образование средне профессионально какой же ты профессионал в какой в каком русле специальность у тебя какая станочник металлообработки идеальный идеальный солдат сколько населения твоей страны 6-7 миллиардов 6-7 миллиардов критику так тут начало тут короче конец тик ток у всех будет по 200 тысяч подписчиков у нас будет в тик токе 13 просмотров 6-7 миллиардов население украины я думаю так же 6-7 миллиардов может чуть меньше 3 миллиарда в половину окей ты карту видел вообще своей страны да а моей страны которую ты захватываешь тоже видел и как по размерам то что россия больше сильно больше или не сильно больше не сильно больше это просто короче идеальный чувак как твоя фамилия неважно так она пока не ответила но я тебе покажу какую она аватарку смотрит смотри вот это твоя страна я красный и критики звуни вот это наша страна прикинь вот это мы вот это вы вот вы вот мы мне нравится эта реакция всегда короче или ты не веришь тому что я тебе покажу нет верю как ощущения вообще сначала казалось то что ваша страна будет больше ваша сторона в 33 раза больше вот есть одна сигарета а вы 33 это вот тут 33 сигареты вот где то здесь хер знает где твоя область как мы могли напасть на вас ты физически представляешь как это должно происходить технически вот мы маленькая страна маленькая независимая могли напасть на вот эту здоровую ядерное оружие сам даже не знаю уже ты понимаешь надули телевизор твой который рассказывал что если бы вы не напали то мы бы напали что у тебя сейчас в голове то что мы много смотрим телевизор ну 6 миллиардов это тоже нормальная история короче так для профилактики населения всего земного шара тебе сказать ну или давайте попробуй угадать вообще даже не знаю прям я не могу предположить давай нет даже примерно не могу предположить ну давай чтобы я давно кстати не смотрел там может население земли сколько 7 7 7888 миллиардов 7888 миллиардов я ну нет я сейчас напишу число а ты его можешь назвать я не знаю вот на глаз назови это число семизначное 2 миллиона 246 тысяч 55 отлично не все правильно ну просто он я думал он не знает чисто да население земли меньше 8 миллиардов ты сказал что в рамзии 6 в твоей стране 140 миллионов таких как ты 140 миллионов у нас стране на момент когда вы напали было около 40 миллионов у нас людей в три с половиной раза меньше физически людей на момент нападения ваша армия была в 6 раз больше нашей армии по численности как мы могли на вас напасть у вас количество танков и всей вот этой херни кстати очень интересно как как твоего командира звали комбата комбат как как карп а имя ну фамилия имя так фамилия не знаю знаю что что дима ну у меня тоже фамилия карпенко но не золкин дима карп карп от позывной я понял карп ты короче красавец а в уханах до хрена у вас было не знаю так примерно 3-4 штуки так видел расскажи карп там военной полиции его заявление рассматривает ну уже тоже можно делать заявление ты же делаешь заявление на своего комбата в прокуратуру военную устное заявление давай сейчас сделаем могу за тебя сделать ну чтобы арестовали и посадили хочешь то есть нет ни хрена официальное заявление представляю интересы военнопленного заявляю на комбата с позывным карп зовут дмитрий за то что он не бережет личный состав отправляют на буханках вместо батаре официальное заявление ты же даешь разрешение мне сделать такое заявление хэву посадят или нет а вы потом говорите почти что с нервами новая пепельница кстати алё 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 здрасте здравствуйте как дела у вас у нас нормально это хорошо нормально кто я что я знаете да я знаю примерно представляет о кто я ну корреспондент или журналист давайте корреспондент потому что вы почему-то всех называете корреспондентами а что я делаю ну что я не знаю скажите короче меня звать дмитрий я журналист из украины ваш сын находится в плену вы в курсе да мне говорили говорили хорошо если вы хотите с ним поговорить мне нужно ваше согласие на записи публикацию данной беседы записи публикации согласен ты зачем все это в ютуб выкладывать это другой вопрос и я задаю тоже другой вопрос если вы хотите я задам его еще один раз если вы хотите поговорить со своим сыном мне нужно разрешение на записи публикацию данной беседы разрешение от вас двоих потому что вы вдвоем в кадре хорошо мать согласны стой смотри на меня ты не говоришь где ты находишься и ты не говоришь с кем ты находишься в плену услышал еще и не буду держать я телефон возьми телефон я не буду держать его привет мам привет по привет привет сынок так как у тебя здоровье нормально хорошо не ранен не ранен что такое нужно говорить ранение в нижней части спины рваная рана осколки 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 ну, не за чтобы все без помощи оказали медицинскую помощь показали и то что у меня еще обморожение ног ступли ступней ног до ходить ходить могу но не чувствую как будто не на своих этих стопами были сначала были фиолетовые фиолетового цвета такого потом постепенно почернели все они уже отмирают скоро скоро будет говори конечно и не говоришь только две вещи все остальное я считаем надо знать и то что мне вот скоро будет ампутация двух ступней самое главное живой после ампутации возможно протезы потом потом уже поставить расскажи почему ты у тебя будет ампутация сегодня кто в этом виноват не это понятно обморожение я хочу чтобы он рассказал вам почему будет ампутация такая почти что стало причиной ампутации в ампутации то что путируть ноги будет это я уже сам виноват запустил не сказал с самого начала если бы ему не оказали помощь у него бы и руки бы отрезали правильно я говорю потому что у него было обморожение рук и ног почему обморожение было потому что он два дня провалялся в поле его свои не забрали можно спасибо сказать нашим медикам за то что мы спасли руки а ноги это исключительно его можно вопрос в этом в этом бога вспомнили слава богу а за что ему надо слова говорить да за что за ладу гранту потому что мы молились как машина ездит будете возить сыночка когда вы узнали что он в плену на ну когда и прислали сообщение а то что он уже тут две недели вы не пробовали узнать что с ним где он да мы куда только не обращались и шо вам говорят то никто нам ничего не мог сказать ну командир его шо говорил где он вообще не знают где он есть где находится мы не знаем этого этих этих вещей мы вообще не знаем нам не известно эти вещи запомни их ты этот момент будешь помню чувак до конца жизни тебе только что родители сказали что им похер на тебя живи с этим нам нет у нас все нормально я говорю все нормально машина ездит с сыном нету связи две недели живи с этим чувак я слышу я слышу все нормально самое главное живой все остальное это как говорится все 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 расправимо самое главное живой Вот так, самое главное, голос твой слышу, я тебя вижу, и все нормально. Вот так вот. А вот то, что вот так вот получилось, а кто знает, чего, куда, вращаться, мы не знаем просто. Потому что похер. Все, заканчивайте. У меня вопросов нет. Вы сами все видите, все понимаете. Они что делать-то должны, хоть знают? Алло, что им сейчас делать надо? Попытаться и все раз, может быть, обратиться к кому-нибудь. Или кто, в часть как-то позвонить, или еще что-нибудь. В машину еще одну выбрать. Все, вложи трубку, потому что это пошло уже. Нам. Ой. Нам. Мне уже все будет хорошо. Я люблю вас. И мы тебя любим, сынок. Мы тебя любим. Ждем, ждем, ждем тебя. Все. Самый главный живой. А остальное, и все наладится. Все наладится. Все. Дай Бог живой. Самый главный. Сынок, я позвоню, чтобы тебя включили в статус военно-пленных. Дальше. Дальше. Сейчас дозвонимся, сегодня дозвонимся и будем ждать. Дальше, дозвонимся. Пожалуйста. Ага. Давай. Кормит-то как? Нормально? Нормально. Нормально. Дай Бог. Дай Бог, все будет хорошо. Дай Бог. Да не даст вам Бог ни хрена. Вам тупо похер. Ложите трубку. На вашего сына новое. Ложи. Я потом скажу свои мысли. Ну, я типа чуть-чуть поломал, но совсем чуть-чуть. Знаешь, почему? Им похер на тебя. Ну, что две недели они не сделали ни хрена. Ну, ты же согласен со мной? Получается, да. Ну, или не, или как. Получается, им тупо похер, чувак. Смотри, по традиции у нас военнопленный. Какой бы ты ни был, но ты и есть военнопленный. Это видео на самом деле надо тебе, чтобы там узнали, что ты живой. Ну, потому что им похер на тебя. Есть надежда, что какой-нибудь там правозащитник увидит тебя, узнает твою ситуацию, посмотрит это видео и включит. Потому что твои родители не будут делать ни хрена. Они это уже сказали дважды. По традиции военнопленные обращаются к своим соплеменникам в твоем случае. Ну, не к 6 миллиардам. Можешь к друзьям обратиться. Стоят 3 миллиона эти ножки или не стоят? Надо сюда идти за этими 3 миллионами или не надо? Если хочешь. Не хочешь, можешь не обращаться. Я обращаюсь ко всем вам. Вот он классический представитель вашей недорасы. Ему хреново, он 2 недели не мог ходить в туалет и он молчал. Вы 30 лет встаете с колен, вам хреново, у вас нет газа, у вас нет дорог, у вас нет ничего. И вы молчите. Это приговор в вашей грёбанной стране. Услышьте, русские. Лайк, подписка, там все знают. Короче, эмоциональная история. Почему эмоциональная? Потому что такого ещё не было. Я знаю, что он где-то через час поедет на ампутацию. Я могу представить, что у него там в голове происходит. Плюс телефонный звонок маме-папе, которая говорит, да всё отлично, слава Богу, мы молились. Вам надо сказать спасибо нашим бойцам за то, что они его спасли, по сути. Потому что если бы они... У них было два варианта. Просто застрелить его. Правильно? Ну, типа если разбираться. Просто оставить, чтобы он дальше там валялся. Ну, его спасли. Накормили. Напоили. Ноги он теряет. Исключительно из-за того, что русские. Русские своих не бросают. Рекомендую тебе, если хочешь покурить. Потому что я думаю, что в ближайших, если ты не отъедешь, конечно, в ближайших несколько недель ты курить не будешь. А в больнице тебе не дадут. Что ты, грустный? Сам не знаю. М? Да, я сам не знаю. Чего? Дальше будет. Если без ног так. А как ты думаешь, будет дальше без ног? Тебе показать протезы, которые вам страна выдаёт? Ты реально хочешь ещё больше расстроиться? Ну, кури пока я сейчас тебя попробую найти. Которая наша именно наша. Ваша. Прикольно? Я сейчас попробую найти это видео. Участник СВУ из Якутии получил за 5 миллионов рублей протез палку. Ну, это видео. Там прикольное видео. И он рассказывает про это. Тупо грёбанная палка. Поверху. Вот это? Палки. Ну, это ничего. Ну, как? У тебя палка. Вот. Я же не придумал. Давай, прочитаю тебе. Там есть видео. Не могу найти его. Палка вместо руки, как на России, протезируют раненых расистов. В прошлом году в РФ классились новым способом протезирования. Якобы с помощью 3D-технологии можно отрастить конечности, восстановив суставы, мышцы и руку. В реальности, как всегда, не так радужно. Например, житель Якутии, потерявши на фронте руки, вместо хорошего протеза получил металлическую палку. К тому же, это ноу-хау пришло ждать полгода. В итоге, мужчина вернул палку. Но есть это видео, как он махает ей. Прикольно? Хорош? Ты сам попросил тебе показать. Короче, вот такая вот история. Купишь еще одну машину, и будешь красавчиком. Ну, 6 миллиардов, это круто. Докурил. А ну, доставь мной. Стопочек. Не, ну, Ютуб этого не пропустит. Так. Чего ты молчал? Максим. 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 Продолжение следует...